Рузель Галиев – молодой врач. В прошлом году окончил медуниверситет. Сейчас учится в ординатуре и работает педиатром. В день принимает более 30 маленьких пациентов. Говорит, с детьми тяжело работать, но ему нравится. В управлении изначально было интересно с детьми работать как-то вот, ну, не то что работать, а наблюдал там, как у меня родственники работают педиатром, смотрел, как-то мне было это интересно. Поэтому пошел на педиатрический факультет. В Уфимском микрорайоне Максимовка, где работает Рузель, проживает более 7 тысяч человек. Из них 2 тысячи дети. Теперь для всех медицинская помощь стала более доступна. Здесь открылась новая врачебная амбулатория. В ней разместились и взрослое, и детское отделение. У нас был здесь недалеко Сосновский ФАП, но это было пристроенное помещение на втором этаже на почте. И там была помощь только в виде терапевтической службы и небольшого зубного кабинета. То есть это было практически очень приспособленное помещение с точно никаким правилам и нормам. Детская поликлиника также ютилась в очень пристесенных условиях. Новые здания построили за несколько месяцев. В конце ноября начали забивать сваи, а уже в середине февраля врачебная амбулатория распахнула двери для жителей микрорайона. Теперь здесь можно попасть на прием к разным специалистам. Здесь у нас организован прием первичной медико-санитарной помощи двумя педиатрами. Также здесь работает у нас процедурный, приивочный кабинет и кабинет неотложной помощи. Здесь оказывается достаточно квалифицированная медицинская помощь по 7-8 специальностям. Жители микрорайона могут получить стоматологические услуги, гинекологическую помощь, терапевтическую, кардиологическую, неврологическую, хирургическую помощь. Ежедневно принимают пациентов только педиатры и терапевты. Остальные врачи приходят по графику. Но за помощью узких специалистов все равно придется ехать в больницу. Зато в амбулатории есть дневной стационар и процедурные кабинеты, где можно сдать кровь на исследование. Кроме того, жители Максимовки теперь могут получить больничные листы, не выезжая из микрорайона. Мы выписываем полностью здесь электронные рецепты и больничные листы. Больничные листы. С понедельника начинаем выписывать лицензию. Сейчас на этот адрес на больничные листы мы получаем. То есть больничные листы как в электронном виде, так и в бумажном варианте пациенты здесь могут получать. То есть полноценную поликлинику. Полноценную поликлинику. Мэр УФ и говорит, ФАПы в поселках под УФО и в плачевном состоянии. Обсудить их реконструкцию он договорился с ИО, министра здравоохранения Башкирия. В этом году на капремонт медучреждения республика потратит 600 миллионов рублей. Часть средств пойдет на ФАПы. В этом году проводится модернизация и мобильных ФАПов, и будет постройка нового ФАПу. Здесь будет порядка 200 миллионов потратить. У поселков, которые находятся в пределах УФО, большая потребность в подобных учреждениях. Ульфат Мустафин намерен приближать медицину к жителям. Рустам Нурешев, Никита Бычков, городской телеканал ИТВ.